Здравствуйте, мои дорогие! Чувства, мысли и действия вашего партнёра. Колода сейчас будет ненорман. Чувства, мысли и действия. Так, опачки, тут что-то о змее, о каких-то открытых и нераскрытых тайнах. Кто-то хранит свою территорию очень сильно. Давайте посмотрим, что же это, о чём же это. Итак, смотрим на человека. Сейчас его имя можете, в принципе, произнести. Я говорю чувства, мысли и действия. Чувства, чувства, чувства. Что чувствует к вам, да? Его мысли при вспоминании. Вообще вот мысли касательно вас. Мысли касательно вас, ваших отношений и его действия. Действия. Смотрим в ближайшее время. Мы будем смотреть максимум, не знаю, может дней 10, вот так. Хотя о чувствах, естественно, они так не меняются. Но в любом случае по действиям так точно. Дни 7-10. Так, чувства. Чувства, ух ты. Такое, знаете, чувство интересное. Такое на грани. Тонкое-тонкое чувство. Но, с одной стороны, вы его очень сильно привлекаете. Я начинаю с конца. И вы даете ему такие ощущения, тонкие ощущения. Не острые, а тонкие ощущения. Чувства. Ну, смотрите. По медведю. Что такое медведь? Это все-таки животное, которое не просто охраняет то, что имеет. Это все-таки карта ответственности и дикости. Тут я бы сказала все-таки чувство, очень сильное чувство по медведю. Он готов сражаться за свою территорию. Территория его это то, что вы и то, что вас окружает. Да. Ну, а по кресту, я так скажу, все-таки, с одной стороны, кажется, что тяжелые отношения. С другой стороны, вы точно, он прям вот чувствует, да, что встреча ваша и ваша с ним взаимосвязь, она сложилась где-то не на земле, а на небе. Как он это чувствует? Ну, может, он не может это рассказать словами, но как-то ощущает. Хорошо. Так. А, еще, девочки дорогие, я выложила недавно видео, перезалитое с августа месяца прошлого года. Но мне вот просто пришло для того, чтобы я его перезалила. Не знаю. Так и есть. И, возможно, я некоторые видео со старого канала буду перезаливать сюда, потому что есть такое чувство, что некоторые видео очень актуальны. А то видео, которое на август, оно актуально на тот момент, когда ты смотришь. Понятно, да? Потому что столько сразу начала вопросов быть. Так, его... Это было отступление. И переходим дальше. Спасибо, что вы слушали его мысли о вас. Ух ты, девочки, мысли о вас. Видна эта красота, да? Вы видите, да? Карта ключ. Ну что ж. Карта дерева, сердечко. Мысли о вас, это то, что вас очень многое связывает. То, что вас связывает что-то вот родное, да? То есть как будто бы вы ранее были знакомы, возможно. Но вы уже как семья. Вы уже как семья. То есть он думает о вас, как о том человеке, с которым у него семья. Либо это ваш супруг, либо это человек, который собирается все-таки сделать вас ключевым человеком. Вы ключевой человек в его жизни. Мысли найти этот ключ, либо дать вам этот ключ. Либо как в прошлом раскладе я смотрела, там была такая тема интересная, когда два ключика есть и одна дверь. Очень похожая ситуация, очень похожая ситуация. Ну и карта сердца, это все-таки здесь мы смотрим не чувства, но мысли. И в любом случае эта карта говорит о том, что человек уверен в том, что он вас любит. И это в голове. Это даже интереснее, чем если бы это было в сердце. Просто он осознает это чувство. Я люблю. Не влюбленный, я люблю. Так, действия на ближайшее время. Что у нас? Якорь. Так, ну смотрите. Тут либо будет совершено какое-то действие конкретное, но я тут больше вижу, что это как продолжение начатого. То есть он якорица. Он сейчас старается любыми способами, любыми такими маленькими зацепочками удержать вас. Будет удерживать и будет возможно... Ну тут может быть он как-то помогает, не знаю, что-то с документами, я не знаю, что-то тут идет по... Может переписка будет. То есть будет вас удерживать. Это связано с письмом. Письма, документы, бумаги, деньги. Любыми способами. Каким образом он вас удерживает, тут не сказано, естественно. Но это то, что было уже. То есть то, как было, так и будет продолжать. Будет вас удерживать, будет дарить вам приятные моменты радости. Вот такой вот расклад. Я хочу посмотреть еще, естественно, советы вам на этот период. 7-10 дней на 7-10 дней. Вам совет. Продолжать. Продолжать. Либо быть, либо стать. Но тут я вижу, что вы сама по себе такая женщина, очень интересная, мудрая и продуманная. Вот в принципе вот эту продуманность и сохраняйте. Потому что вам высшие силы говорят, что это может привести к очень желательным, возможно, если вы хотите, естественно, с этим человеком продолжать долго и счастливо жить, последствиям. То есть также продуманно и действовать. Быть по колечку, быть все-таки вместе, оставаться. Ну, ненавязчивая тут же лисичка, это хитрая какая-то. Так, что у нас? Была сначала змея. Да, я уже не смотрела, какая змея здесь в ваших отношениях. Почему-то ее тут не показали. То есть она, наверное, не играет роль. Ну, то есть третье лицо есть, но оно почему-то вот как-то не показалось здесь абсолютно. Он даже не думает, не чувствует, не думает и не действует в вашу сторону, да, в ближайшие там 7-10 дней через там третье какое-то лицо. Нет, ну третье лицо там фанила, фанила. Я уже не смотрела, но будем знать, что на эти дни вообще отсутствует влияние этого человека. Так, ну и что тут у нас на дне закрыта? Гроб. Подсознание. Тут знаете как больше, чем вот первая карта солнца, да, а последняя была гроб. Я тут думаю, что вот вижу, что говорят, что есть какое-то, что-то такое, да, что лучше сохранять в тайне, да. Потому что если все узнают, то, скорее всего, будут помехи, да. Тут общество играет роль тоже. Ну, в любом случае, что для влюбленных, наверное, любая помеха не совсем помеха. Ну, зачем лишнее препятствие создавать? Вот так хотят сказать вам сегодня карты. И я очень благодарна вам за то, что вы были здесь. Спасибо вам, мои дорогие, за все. И буду прощаться с вами. Всего доброго. Пока-пока. О, пока-пока. 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 istes, кто-пока. Здесь были..... odiебенеры.